Бог ненавидит грешников. Второзаконие, 32 глава, 3-4 стихи. Имя Господа прославлю, воздайте славу Богу нашему. Он, твердыня, совершенно дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Это значит, что Бог видит все совершенно и точно. И Он никогда на белое не скажет черное. И никогда на грешное не может сказать святое. Люди не привыкли так думать. Люди думают земными мерками. Более того, каждое преступление имеет свое возмездие. И Бог не может не дать этого возмездия. Ибо возмездие за грех смерть. Послание к кремлинам, 6-23 стих. Бог свет. С Богом нельзя договориться. Есть такие люди, которые говорят, Бог поймет. Бог понимает все точно. И в ад понимает правит. Невозможно никаким образом изменить Бога или подстроить под себя. Во всем Священном Писании мы видим, что Бог имеет абсолютное негативное отношение ко всему грешному. Абсолютное негативное отношение ко всему грешному. Иисус Навин пишет такие слова. Не возможите служить Господу, ибо Он, Бог Святой, Бог Ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Люди имеют неправильное представление о любви Божией, пользуясь Божьим долготерпением. Более того, Писание четко говорит, Бог ненавидит беззаконников. Бог свет. Бог любовь. Это точно. Но Бог точно ненавидит беззаконников. Псалом 5,6. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Сегодня встречаешь много людей, которые пребывают во грехах и говорят, Бог меня любит. Нет. Блаженный Давид говорит, ненавидит. Бог праведен. Божья совершенная ненависть ко греху является одним из важных элементов его святости. Также мы читаем у Премудрого Соломона. Ибо равноненавистны Богу и нечестивец и нечестие Его. Премудрость 14,9. Это ставит крест на всех человеческих измышлениях касательно того, что надо любить грешников, а грех ненавидеть. В конечном итоге греха вообще не существует без грешника. Не грех будет ввержен в гену, а грешник. Павел пишет Филиппийцам 2,5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Мы делаем все для спасения грешника. Примеряем его со Христом. Но пока он грешник, он враг Богу и верным».